Спасибо большое за ваше сообщение, Дмитрий Забиров. Кстати, вопрос, может быть, даже и не отвечать, но задача, наверное, стоит. А вот эти слова «семена» как, по-вашему, какого рода усилия надо прилагать, чтобы какие-то сходы из них получить? Спасибо. Да, ну здесь, конечно, ответ очень простой. Надо иметь терпение для начала. Ангельское. И не надо уподобляться тому земледельцу, который один древний китаец приводил в пример, как не надо действовать, который помогал своим росткам на своем поле расти. Он их вытягивал из земли, чтобы они поскорее выросли. Результат был ожидаемый. Как они рождаются в тишине, в безмолвии, в молчании? Что я могу еще сказать? Ответ придет сам, когда мы можем встать в ту точку предвосхищения мира изначальную, которая предваряет, предвосхищает всякое существование. И вот тогда мы можем, как бы я сказать, мы можем быть в состоянии проницания всех планов бытия. Я пользуюсь словом, заимствованного одного английского философа, идеолект для этого языка. Им написаны, например, доводские каноны, ну в наиболее своих патетических моментах. А именно, в важнейших фрагментах язык становится совершенно непонятным. Я уже не говорю про Дауды Дзинка, в котором десятки иероглифов были, видимо, впервые употреблены, которых никто не мог знать просто из читателей. Вот это мне нравится. Вот это меня увлекает. Или мои любимые некоторые каллиграфы, которые иероглифы переделывали в шифрованную, вернее так, они сближали ее с шифром, с доводскими священными письменами. Была такая традиция. Вы представляете, вы читаете вот эти знаки, а сквозь них просвечивает какая-то совершенно бездна, да, которая бездна непонятному. Но ведь не нужна понятность-то здесь. Это школа. Школа – это пространство учения, а не знания даже. Это неправильное европейское представление. Приходит профессор и обучает всех подряд какому-то предметному знанию. Здесь другая совершенно парадигма, да. Вот этот самый идиолект, который есть одновременно идиотический язык и одновременно диалект, да, вот такое смешение. Мне кажется, это удачное слово, которым можно было бы воспользоваться и которое, ну, вот несет в себе эту тайну бытия. Здесь главное войти в состояние, еще раз. Это не вопрос. Понимаете, сложность такая, а чего и Олег Игоревич не мог тоже. Систематически мы не можем это изложить. И все эти мудрецы, и восточные, и современные, все они говорят принципиально не систематически, обстоятельственно. При этом они говорят эллиптически, ускользающе. Вы или проваливаетесь по стату, или наталкиваетесь на резиновую стену. И вот это и было, как ни странно, ядром великих азиатских цивилизаций. Да, это есть и в православии, от чего Олег Игоревич занимался и сихазмом, не надо забывать это. Понятно, что это было совершенно естественным увлечением для него. Вот примерно мой ответ, конечно. У меня нет ответа на это, но мы имеем образцы этого языка. Ну, стало быть, мы имеем возможность для себя извлечь уроки из этого. Продолжение следует...